Диета русская такая. В попытках талию спасти седьмое блюдо уминаем, чтобы съесть, успеть все до шести. Примерно так еще два года назад жил Анатолий Головко, пока неожиданно для себя не обнаружил на весах цифру в 148 килограммов. Прежний Анатолий питался много, разнообразно, со вкусом и, самое главное, сытно, отдавая предпочтение фастфуду и жареной свинине под майонезом с сырным соусом. Возможно, гастрономическая феерия так и длилась, если бы в один прекрасный день наш герой не почувствовал симптомы, которые появляются у людей с ожирением. Повышенное давление, головокружение, частые мигрени, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Первое, что вам необходимо, это найти мотивацию внутри себя. Без этого вообще, в принципе, ничего не получится, поэтому вот если вы найдете мотивацию, то можно двигаться действительно к своей цели и достигать определенных результатов. В надежде стать стройнее Анатолий начал с малого, с непродолжительных пеших прогулок. Через какое-то время приступил к бегу на короткие дистанции, затем записался в спортзал. Полностью исключил из рациона вредные привычки – алкоголь и никотин. Перешел на здоровую пищу без сахара, отдавая предпочтение медленным углеводам и еде, богатой животными и растительными белками. За два года с учетом правильного питания и физических нагрузок Анатолий похудел на 53 килограмма, визуально став моложе лет на 10. Теперь мотивирует коллег, показывая фотографии, как сам говорит, из прошлой жизни. Не нужно ограничивать себя временными рамками. То есть неделя, год, месяц – это вам не поможет. Если вы будете худеть и поставите себе временные рамки, все равно все вернется. Поэтому меняйте свою жизнь навсегда. По утверждению диетологов, запускать обменные процессы в организме на сжигание жиров нужно постепенно. В противном случае человек испытает сильнейший дискомфорт, станет сонным, раздражительным, вялым, потеряет тягу к любой деятельности. К этому добавятся ухудшения цвета кожи и волос. Медики рекомендуют начать с балансированного питания. Приемы пищи должны быть регулярными. Обязательно нужно завтракать, обязательно нужно обедать и ужинать. Ужинать нужно за 2-3 часа до сна. Никаких не есть после 6, не есть пропускать прием пищи, не допускать. Оптимизировать необходимый питьевой режим. Оптимальное соотношение в сутки – 30 мл, умноженное на ваш вес. Если вы весите 60, 30 умноженное на 60, 1800 мл вам нужно в день. Предпочтение лучше отдать свежим овощам и фруктам. Их наличие в рационе позволит насытить организм необходимыми для него витаминами и минералами. Следует помнить, в месяц при правильном питании и умеренных физических нагрузках удастся скинуть не более 5 кг при высоком весе и около 3 при обычном. Все, что выше этой нормы для организма – стресс. В погоне застроенной фигуры не стоит увлекаться аптечными препаратами без назначения врача. Вред себе можно нанести колоссальный, вплоть до самых тяжелых последствий. Надо полагать, что если это рецептурный препарат, то он выписывается пациентам, у которых есть проблема такая, как ожирение. Ожирение второй стадии, ожирение третьей стадии. Если у вас там парочку лишних килограмм, ну не надо вот эти вот волшебные пилюли пить, конечно. К интервальному голоданию также надо подходить с умом. Когда, к примеру, 8 часов в сутки вы едите, а на 16 часов закрываете холодильник на замок. Оно особенно не подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, перед тем, как сесть на диету, медики рекомендуют проконсультироваться с лечащим врачом. В 5% случаев человек набирает вес из-за проблем со щитовидной железой. Ожирение бывает не только самостоятельным заболеванием, но и является как симптомом других заболеваний, в том числе эндокринных. Рекомендуется исключить заболевания щитовидной железы, такой как гипотирез, недостаток гормонов щитовидной железы, повышенный уровень пролактина крови и повышенный уровень гормонов надпочечников. Люди, которым уже удалось при правильном питании и физических нагрузках сбросить лишний вес, утверждают, привычки, как вредные, так и полезные, имеют свойство формироваться. Те, как здоровой пищей, победит страсть к еде без разбора довольно быстро, если иметь мотивацию научиться готовить здоровую еду самостоятельно и включить в свою жизнь спорт. Не нужно искать помощи извне. У друзей, у родителей надеяться на врачей, на своих партнеров. Никто вам не поможет лучше, чем вы сами себе можете помочь. Прислушивайтесь к своему организму, никогда себя не жалейте, но и не подвергайте себя сильным перегрузкам. Идите к своей цели, обязательно все получится у вас. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.